Сейчас строится солнцевский радиус Калининско-Солнцевской линии, и в следующем году, как обещает Марат Хуснулин, его откроют. А знали ли вы, что в конце 20 века проект Калининско-Солнцевской линии был немножко иным, и линия шла не в Солнцево, а в Митино? Но этот проект был изменен благодаря третьему пересадочному контуру. Но об этом не сегодня. Сегодня вы, возможно, зададитесь вопросом. Вот есть ветка 8, Калининская, и есть ветка 8А, Солнцевская. И они обе помечены желтым цветом. Наверное, их надо соединить. И сегодня я вам расскажу о соединении этих двух линий, а именно о центральном участке Калининско-Солнцевской линии. Первая станция, о которой у нас пойдет речь, это станция Волхонка. Мы находимся в 2-м Обыденском переулке. В том месте, где пересекаются Курсовой переулок и Соймановский проезд, будет располагаться вестибюль станции Волхонка. Станция будет находиться на глубине 24 метра. Она будет пилонной и будет оформлена по стилистику музея имени Александра Сергеевича Пушкина, который находится неподалеку от нее. Со станции будет пересадка на станцию метро Кропоткинская-Сокольнической линии. Причина строительства станции абсолютно ясна. Калининско-Солнцевскую линию необходимо соединить, потому что у нее уже готова восточная часть и скоро будет готова юго-западная часть. Соединять их будут через три станции – Плющиха, Волхонка и Дорогомиловская. Станция Волхонка получила свое название в честь улицы, которая находится неподалеку от самой станции. Вообще, работы по строительству станции на данный момент еще не ведутся. В конце января 2012 года у станции появился проект. Благодаря расположенному неподалеку Пушкинскому музею, станция будет выглядеть как выставочный зал. Скульптуры и картины будут неоригинальными, поскольку в метро отсутствуют надлежащие условия для их сохранности. Выход со станции Волхонка будет осуществляться на Соймановский проезд к улице Волхонка, Причистенко-Остоженко и Гоголевскому бульвару. Станция Плющиха. Сейчас мы находимся возле вестибюля станции Смоленска-Филевская линия. Многие жители этого места мечтали о том, чтобы станции Смоленска тоже имели общий пересадочный узел между станциями Арбаско-Покровской и Филевской линии. Но, к сожалению, их мечта не имеет возможности на существование. За этой аркой располагается станция метро Смоленска-Арбаско-Покровской линии. На ней будет осуществляться пересадка со станции Плющиха-Калининско-Солнцевская линия. Станция Плющиха будет намного глубже, чем станция Волхонка. По понятным для этого причинам станция Смоленска находится на глубине около 50 метров. Станция Плющиха будет оформлена почти так же, как станция Волхонка. Но она будет выглядеть чуть-чуть совсем иначе. Она будет также пилонной. Изначально предполагалось, что, возможно, станция Плющиха и станция Дорогомиловская могли бы стать первыми в Москве станциями закрытого типа. То есть, станциями типа Горизонтальный лифт, распространенные в Санкт-Петербурге. Но в итоге от этого плана строительства отказались, из-за того, что станции после этого будет сложно содержать. В 2012 году велись работы по освоению местности и геодезические работы. Проектирование станции планировалось закончить в 2015 году. Открытие намечено было после 2020 года. Цветовая гамма станции золотисто-черная. На станции запланирован один подземный вестибюль. Выход будет осуществляться к улицам Плющиха и к Смоленскому бульвару. Мы находимся на Кутузовском проспекте. Сзади меня виднеется Москва-сити. Здесь, на Кутузовском проспекте, где-то в километре в ту сторону, возле Новоарбатского моста будет располагаться станция Дорогомиловская. Она будет находиться на глубине около 71 метра. Это третья по глубине станция будет в Москве. После Парка Победы и станции метро Шереметьевская. У станции Дорогомиловская, возможно, в будущем будет пересадка на станцию Российской кольцевой линии. Но пока неизвестно точно, будут строить эту станцию или нет. Вестибюль станции Дорогомиловская будет располагаться на обеих сторонах Кутузовского проспекта. Когда было начато строительство, памятник в сквере Тараса Шевченко был демонтирован. В июне 2012 года на месте будущей станции и в окрестностях проводились геолого-разведческие работы. Осенью 2014 года на старой площадке начался монтаж стартовых колец для проходки ствола, через который будет строиться горным способом тупики за деловым центром. Цветовая гамма у станции Дорогомиловская такая же, как и у станции Плющиха и у станции Волхонка, золотисто-черная. На станции запланирован один подземный вестибюль. Почему центральный участок Калининско-Солнцевской линии так важен? Он важен даже не с точки зрения соединения Солнцевского и Калининского радиусов. Изначально, когда будет открыт Солнцевский радиус, линия будет идти до делового центра, и большинство людей будет пересаживаться на парке Победы. Станция Мечеринский проспект 3-го пересадочного контора к тому моменту еще не будет построена, и участок парка Победы Киевская будет перегружен. Благодаря этому сейчас придумали новое решение проблемы. Строятся служебно-соединительные ветви от станции Парк Победы Калининско-Солнцевской линии на 3-й пересадочный контур к станции Шелепиха, и поезда будут ходить пока что от станции Петровский парк на станции Рассказовка. Затем, когда уже до конца откроется северный участок 3-го пересадочного контора, а также Кожуховская линия, движение будет от станции Некрасовка до станции Рассказовка. Но когда начнут открывать южный участок, тогда окажется явная нехватка центрального участка Калининско-Солнцевской линии, потому что осуществлять вилочное движение на Нижегородской улице не будет представляться возможным. Я надеюсь, это видео оказалось полезным для вас. Всем спасибо за просмотр. С вами был Соларон в метро. Субтитры сделал DimaTorzok